Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» И веду я сегодня, я, Гунара Ситикова И мой собеседник сегодня, инспектор по делам несовершеннолетних, Аниса Арславова Здравствуйте! Расскажите, в чём заключается ваша работа? Основной задачей подразделения по делам несовершеннолетних является профилактика безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних А также выявление причин, которые поспособствовали данным правонарушениям и преступлениям Защита интересов несовершеннолетних Также выявление семей, где дети находятся в социально опасном положении В нашем подразделении работают три сотрудника, три инспектора по делам несовершеннолетних Основной обязанностью любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина, является соблюдение закона, ненарушение интересов и прав другого гражданина За нарушение данных пунктов закона, получается, несовершеннолетний привлекается к ответственности За невыполнение этих обязанностей любой гражданин, в том числе несовершеннолетний, привлекается к ответственности Например, к уголовной ответственности Это самый тяжелый вид наказания К уголовной ответственности привлекается с 16 лет За многие деяния, которые явно являются преступлениями, уголовная ответственность наступает с 14 лет Например, если несовершеннолетний совершил убийство, вымогательство, мошенничество Уже привлекается с 14 лет Если несовершеннолетний совершил преступление средней тяжести, то наказание может быть заменено мерами принудительного характера Это то есть ограничение досугу несовершеннолетнего, ограничение мест пребывания несовершеннолетнего Среди наших подучетных, к сожалению, есть и такие, которым принята именно данная мера наказания На сегодняшний день на учете в отделе МВД России по Янаульскому району состоят 41 несовершеннолетних И если обратиться к статистике, за 8 месяцев этого года поставлено 20 несовершеннолетних, которые совершили различного рода правонарушения и преступления Отратно то, что роста преступлений, совершенных несовершеннолетним, у нас не наблюдается В основном на учете за последнее время ставятся несовершеннолетние, которые появляются в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах Или распивают алкогольные напитки, в том числе пиво является алкогольным напитком Они автоматически у нас, по нашему приказу, данные несовершеннолетние ставятся на профилактический учет Выявляя таких несовершеннолетних, которые употребили алкогольный напиток Мы проводим медицинское освидетельствование в Янаульской центральной районной больнице Далее опрашиваем родителей, опрашиваем несовершеннолетнего Выявляем, откуда у несовершеннолетнего этот спиртосодержащий напиток Если этот напиток был куплен в торговых точках, в магазинах Мы привлекаем к ответственности продавца, который непосредственно продал алкогольный напиток несовершеннолетнему лицу За 8 месяцев 2020 года к ответственности были привлечены 4 продавца Янаульского района и города Янаул То есть за продажу несовершеннолетнему Они не уточнили возраст покупателя Хочется отметить то, что среди тех лиц, которые употребляют алкогольные напитки И находят состояние алкогольного опьянения, большинство из них девочки Статистика такова, что за последнее время в наше подразделение доставляются в таком состоянии именно девочки Несовершеннолетние, которые попадаются в состояние алкогольного опьянения Они доставляются в наше подразделение Сразу же, незамедлительно, мы о доставлении сообщаем законному представителю, родителю, вызываем их Далее, значит, направляем их в медицинское учреждение для освидетельствования При выяснении обстоятельств распития спиртных напитков несовершеннолетними Нами были выявлены и те лица, которые склоняют к употреблению несовершеннолетних Это, естественно, уже взрослые люди По отношению к этим лицам тоже составлены административные протоколы И рассмотрены наши несовершеннолетние, которые состоят именно за употребление Их вовлекают взрослые И взрослые должны знать, что они за это несут ответственность Родителей за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей Если выявится именно ненадлежащее исполнение родительских обязанностей По воспитанию данных лиц Возможно тоже рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет Среди родителей у нас тоже есть Те, кто именно не могут справиться с воспитанием своих детей Дети совершают антиобщественные деяния Административные правонарушения Это наблюдается неоднократно А если наблюдается именно систематичность таких нарушений Мы родители данных подростков, несовершеннолетних Тоже ставим на профилактический учет То есть на учет будет поставлен любой ребенок, который совершил деяние Или когда он совершил более одного раза? Если ребенок употребил алкогольный напиток Или же отруманирующее вещество, например В любом случае ребенок будет поставлен на профилактический учет Не рассматривается вопрос того, что у него характеристика хорошая и так далее За употребление алкогольных напитков ребенок автоматически ставится на профилактический учет Где, значит, если выявили именно сотрудники полиции Собирается характеризующий материал, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает данный материал И выносит постановление о постановке несовершеннолетнего на учет Далее заводится на данного ребенка, значит, учетно-профилактическая карточка Где собирается информация о данном ребенке Обследуются жилищно-бытовые условия у ребенка Выясняется круг его общения, чем он занимается Опрашиваются родители Ежемесячно с детьми, которые у нас состоят на профилактическом учете Ведется индивидуальная профилактическая работа В чем заключается наша индивидуальная профилактическая работа? В том, что мы регулярно, ежемесячно, несколько раз, может быть, в месяц Проверяем данных несовершеннолетних по месту жительства Опрашиваем соседей, есть ли с их стороны в отношении данного несовершеннолетнего жалобы Опрашиваем родителей, слушается ли ребенок их Берется характеристика с места учебы Обязательно запрашиваем учителей В основном связь мы поддерживаем с классными руководителями Социально-педагогами образовательных учреждений Если ребенок исправляется То по истечению полугода, если нет жалоб со стороны родителей Нет жалоб со стороны соседей И, естественно, со стороны образовательного учреждения И ребенок за полгода ни разу не был привлечен к административной ответственности То данного несовершеннолетнего ребенка мы снимаем с учета Выходим с ходатайством на имя начальника отдела Рассматривается и снимается ребенок с профилактического учета В основном с теми детьми, с которыми мы видим профилактический учет Они уже повторно к нам не попадают Если есть оговорка родители заинтересованы в том Чтобы их дети больше не попадали в подобные ситуации Многое зависит от родителей несовершеннолетних К сожалению, в наше время родители уделяют меньше времени своим детям Основная причина в том, что родители думают Что финансово мы обеспечиваем своих детей Купили мы им одежду, есть что кушать И все на этом А душевных разговоров, к сожалению, многие родители в наше время забыли Бывают такие случаи, что несовершеннолетний, который состоит у нас на профилактическом учете К ним же нужен индивидуальный подход к каждому ребенку Сначала сложно бывает Некоторые не доверяют Проверяют нас, как ежики себя ведут Но из-за того, что мы с ними работаем Наша задача состоит не только в том, чтобы ребенка наказать, ругать его постоянно А наша задача состоит в том, чтобы ребенка вытащить из этой ситуации И он больше к нам не попадал Не попадал в подобную ситуацию Не только тогда, когда он несовершеннолетний, но и во взрослой жизни Когда мы с ними ведем душевные разговоры Ребенок начинает нам доверять Он бывает и поздней ночи может нам позвонить и сказать Как мне поступить в данной ситуации Допустим, поругался с мамой Или мама не пускает меня домой Что мне делать, как мне быть И когда видишь результат То, что ребенок идет к тебе навстречу Он делится своими переживаниями Рассказывает о своих проблемах Ты осознаешь то, что Ты можешь помочь детям И не зря ты работаешь столько времени Ведь инспектора по делам несовершеннолетних Это интересная работа Наша работа многофункциональная Мы должны быть и сотрудниками полиции И педагогом И тонким психологом И людей, которые заменяют родителей Детям Возраст примерно Какой несовершеннолетний Большая часть стоит на учете? Возраст детей, которые состоят у нас На профилактическом учете Разнообразен Начиная с 10 лет До достижения совершеннолетия Десятилетний ребенок Он прибыл из другого района к нам Данный несовершеннолетний За хищение чужого имущества Был поставлен на учет Мы за ним наблюдаем Вела с ним профилактическая работа И рассматривается вопрос О снятии его с профилактического учета Так как он больше правонарушений не совершал Характеризуется с места учебы положительно Со стороны родителей, соседей По отношению к данному ребенку И со стороны нас Естественно же нет Жалоб к данному несовершеннолетнему Несовершеннолетних детей Которые состоят на учете Проверяем не только мы Сотрудники инспектора По делам несовершеннолетних Но и сотрудники других подразделений Нашего дела Ежемесячно данных лиц Проверяют участковые Раз в квартал проверяют Сотрудники уголовного розыска И за каждым несовершеннолетним У нас закреплен шеф-офицер Который ежеквартально Тоже проверяет по месту жительства Данных несовершеннолетних И проводятся индивидуально Профилактические беседы Как с родителями, так и несовершеннолетними Несовершеннолетние Не задумываясь о последствиях Совершают различного рода Правонарушения Хотя потом они Раскаиваются о содеянном Среди таких популярных нарушений Которые совершают Несовершеннолетние Это является мелкое хищение Несмотря на то, что во всех Больших крупных точках города Янаул Поставлены видеонаблюдения Несовершеннолетние Крадут то конфеты, то жвачки Были поставлены у нас на учет Девочки, которые крали тушь для ресниц Губную помаду Когда у них спрашивают Зачем ты это сделал Некоторые говорят Просто так Хотя Хотя Мифом является то, что На учет ставятся дети Из неблагополучных Семей Это не так За мелкое хищение У нас были поставлены дети Которые из благополучных семей Родители их финансово обеспечивают У них все есть в достатке У них и карманные деньги есть Когда спрашиваешь Зачем ты это сделал Они говорят Просто так Бывает то, что и на слабо Они заходят в магазин Крадут эту вещь И потом только понимают Когда уже с ними Мы ведем разъяснительную беседу То, что они совершили И то, что они будут поставлены на учет Насколько вообще молодые люди осознают Что несмотря на то, что им нет 18 лет Они также могут быть наказаны? Среди тех несовершеннолетних Которые поставлены у нас на учет У нас, слава Богу Большинство из них понимает О содеянном И сожалеют о том, что они Кто-то украл Кто-то подрался Нанес телесное повреждение Кто-то употребил спиртной напиток Они сожалеют о том И говорят то, что больше такого не повторится Но есть среди них те Которые неоднократно совершают нарушение Именно административное нарушение В данном случае распитие спиртных напитков И с этими лицами мы ведем разъяснительную работу И с родителями И направляем их в медицинское учреждение Для того, чтобы с ними была проведена беседа К сожалению, с теми лицами, с теми несовершеннолетними Которые уже есть 16 лет С ними сложно им что-то объяснить С 16-летнего возраста Дети считают уже себя взрослыми И понимают степень ответственности Как они понимают Что мы знаем, что мы должны делать Какая у нас ответственность Но несмотря на это Они продолжают совершать административное правонарушение Если несовершеннолетние Распил спиртной напиток Находят в состоянии алкогольного опьянения И если ему нет 16 лет То ответственность несет родитель Закон или законный представитель Если несовершеннолетний Совершил преступление небольшой или средней тяжести Наказание может быть заменено Принудительными мерами воспитательного характера Это ограничение досуга Ограничение времени нахождения на улице И так далее Кроме того, по усмотрению суда Несовершеннолетний Может быть направлен В специальное учебно-воспитательное заведение Закрытого типа Где он будет находиться до совершеннолетия Еще момент Дети уходят из дома Уже есть факты Отрадно то, что за 8 месяцев 2020 года Уходов несовершеннолетних По Янаульскому району и городу Янаул Не наблюдается По сравнению с прошлым годом В прошлом году 9 раз были зафиксированы уходы В этом году ни одного Если ребенок уходит из дома Его мы ищем Находим Данные несовершеннолетние Тоже автоматически будет ставиться На профилактический учет Родители Или иных законных представителей Мы привлекаем за ненадлежащее исполнение Родительских обязанностей По воспитанию, содержанию И обучению несовершеннолетних В основном у нас состоят родители Которые злоупотребляют спиртными напитками В присутствии своих малолетних И несовершеннолетних детей Которые оказывают отрицательное воздействие Тем самым на детей У нас на учете состоит 76 родителей Из них за 8 месяцев Поставлено 51 родитель И наблюдается такая тенденция То, что у нас ставится За последнее время Не только один родитель Но оба родителя И мать, и отец Присутствие детей И мать, и отец Злоупотребляют спиртными напитками Оставляют без присмотра Малолетних детей Материально их не обеспечивают Дома антисанитарные условия Вот таких вот родителей Мы автоматически тоже ставим на учет Составляем административные протоколы По части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Направляем собранный материал В комиссию по делам несовершеннолетних Комиссия по делам несовершеннолетних Рассматривает данный материал И выносится постановление о признании Семьи, которая находится в социально опасном положении То есть входит в группу риска Почему их так называем С данными родителями тоже ведется Индивидуальная профилактическая работа Тоже на данных лиц заводятся Учетно-профилактические карточки Также ежемесячно проверяется у участковыми Мы регулярно проводим с ними профилактические беседы Посещаем их по месту жительства Составляем акты жилищно-бытовых условий Проверяем, есть ли наличие условий Для отдыха и занятий несовершеннолетних Какой у них доход проверяем Потому что бывает то, что Средний заработок семьи Ниже прожиточного минимума Если мы выявляем семьи Где средний заработок Ниже прожиточного минимума Мы направляем информацию В центры социальной защиты населения У нас до 15 сентября идет акция Помоги собраться в школу Задача данной акции Именно по нашей линии По линии сотрудников полиции Является выявление семей Которые нуждаются в помощи Помощи именно организации ребенка в школу За период проведения этой акции Нами была выявлена одна семья И информация о выявлении Была направлена в соответствующие Органы профилактики И данной семье Вот именно центр семья Города Янаул Была оказана социальная помощь Были вручены школьные принадлежности И ребенок пошел в школу Выявляя родителей, которые не надлежащие Исполняют свои обязанности Это обычно происходит то, что Несовершеннолетний Какой-то проступок совершает Или непосредственно вы также занимаетесь отдельно Работой для выявления этих родителей Одной из задач Именно сотрудников полиции Наше подразделение Это является выявление семей Которые входят в группу риска Мы в тесном взаимодействии Работаем с образовательными учреждениями Как со школами, так и с детскими садиками Системой здравоохранения При беседе с представителем данных учреждений Мы выявляем семей Которые не надлежащие исполняют Свои родительские обязанности Также мы тесно работаем С общественными представителями Это со старшими по дому Например, у них берем информацию С представителями администрации Сельских поселений Также мы взаимодействуем Они нам тоже дают информацию Благодаря усилиям Совместным усилиям Мы своевременно выявляем Такие семьи И своевременно их ставим на учет Где проводится индивидуальная профилактическая работа Среди тех лиц Которые были поставлены За последние полгода За 8 месяцев К сожалению, есть те родители Которые привлекались уже неоднократно То есть они За тот период Когда с ними работают сотрудники полиции Они исправляются Дальше мы по исправлению Их снимаем с учета Потому что получаем хорошую характеристику Уже работают они Но пройдя определенное время Полгода Больше обычно проходит Год К сожалению, родители снова возвращаются К своим привычкам Это вот славопотребление Спиртных напитков Злоупотребляют спиртные напитки Не только мужчины В основном у нас состоят матери То, что употребляет мать в семье Это видят и дети Они видят и растут И вследствие чего Они уже Достигнув как раз подросткового возраста Начинают тоже Интересоваться Что же такое В спиртных напитках То, что мама пьет То, что тетя пьет И так далее И тоже попадает К нам в подразделение Как оцениваете Вот эти последние месяцы Самоизоляции Были дома И родители, и дети Стала лучше обстановка? Меньше совершения преступлений Правонарушений? В период распространения Коронавирусной инфекции И на Ульском районе И в городе Наул Правонарушений Преступлений К сожалению Не уменьшилось Остается на уровне Одним из распространенных Нарушений Правонарушений Среди несовершеннолетних И также Родители За которым мы привлекли К ответственности Это злоупотребление Спиртными напитками Остается Вовлечение несовершеннолетних В употреблении спиртных напитков Взрослыми получается Употребление Спиртных напитков Несовершеннолетними Употребление Злоупотребление Спиртными напитками Родителями Все это у нас остается Все это у нас выявлялось А вот если оценивать Каникулярное время Учебное время Сейчас Начинается снова Новый учебный год Количество Преступлений Изменяется Несовершеннолетних Когда дети учатся В школе У нас Наблюдалась такая тенденция То что Мелких хищений Становилось все больше Это обучено Как происходит Ребенок после школы Или же Если у них вторая смена Например До школы Заходит в магазин И совершает Мелкое хищение В период пандемии Когда дети Не ходили В школу Вот этот Вот у нас Чуть-чуть пошло на спад За летние каникулы Естественно же Был рост В плане того То что Несовершеннолетние Теряли сотовые телефоны Велосипеды И вот сейчас С началом учебного года Скорее всего Эта тенденция Будет сохраняться Потому что Многие дети Передвигаются На велосипедах В образовательные учреждения Хотя С ними ведутся Профилактические беседы Чтобы они Своё имущество Оставляли дома Телефоны Также будут теряться Это у нас Останется Так сложилось То что Большинство времени Дети Да не только дети Но и мы сами взрослые Проводим В социальных сетях Весь мир у нас там Строим дома Заводим хозяйство Общаемся Играем При этом Нет времени Живому общению В связи с тем Что Огромное количество Времени Несовершеннолетние Да и мы сами Взрослые Проводим За телефоном В интернете В отношении нас В отношении детей Совершаются Противоправные деяния Мы сами Того не замечая Становимся Жертвами Мошенничества Участились Случаи Их огромное количество По нашему району Тоже Случаи мошенничества Это перевода С банковских карт Денежных средств Насчет мошенников И хочется Обратиться К взрослому населению К старшему поколению Также к детям Чтобы они были Бдительны На телефонные сообщения От Якобы Представившись сотрудниками Банковских Учреждений Не сообщать Трехзначные Коды Которые Написаны На Обратной стороне Банковских карт Потому что Ни один сотрудник Банка Не будет Запрашивать Данную информацию Потому что Конфиденциальная информация Хочется Чтобы Люди Были внимательны Друг к другу Помогали Близким Окружающим Были бдительны С началом Учебного года У нас Продолжатся Профилактические Беседы Лекции В образовательных Учреждениях На родительских Собраниях Мы будем Также Выступать В ходе бесед С родителями С несовершеннолетними Мы Разъясняем Об Ответственности За те Или иные Поступки Правонарушения Деяния Рассказываем Об административной Ответственности Рассказываем Об уголовной Ответственности Дети Они Очень активны И им Интересно Знать За что Наступает Та или иная Ответственность Задают Вопросы Когда Беседуем С родителями Родители Сидят Слушают Некоторые Удивляются Статистики О которых Мы Озучиваем По Лицам Некоторых Видно То что У них Есть информация Которая Будет Полезна Для нас И Благодаря Таким Бдительным Родителям Гражданам Мы Своевременно Можем Оказать Помощь Как Родителям Попавшим В трудную Жизненную Ситуацию Так и Несовершеннолетним Обязательно Нужно Знать Родителям Круг Его Общения Бывает Порой То что Ребенок Уходит А родитель Даже Не может Сказать Кто Его Друг Где Он Живет Чем Он Он Увлекается И Нужно Уметь Слышать Ребенка Не Просто Навязывать Свои Интересы Мы Как Родители Свои Точки Зрения Навязываем Своим Детям Кем Им Быть Будущим Нужно Им Говорить Объяснять Но При этом Нужно Внимательно Услышать Своего Ребенка Прислушаться К нему И Направить Нужное Направление При Встрече С Несовершеннолетними Отц Обучающими Всегда Когда Мы Ходим В Образовательные Отверждения Я Всегда Говорю Прежде Чем Что Нибудь Сделать Что Нибудь Написать В Социальные Сети Что Нибудь Сказать Обдумайте Что Вам За Это Будет Потому Что За Любой Проступок За Любое Деяние Наступает Ответственность И Вы Ребята Я им говорю Будете Нести Ответственность Сами Или Будут Привлекаться Ваши Родители Время Нашей передачи Подошло К концу Спасибо За беседу И напоминаю На мой вопрос Я сегодня Отвечал Инспектор По делам Несовершеннолетних Анисар Слава Спасибо За Внимание До 10 сентября Ожидается Пасмурная Погода Возможен Небольшой Дождь Ветер Юго-Западный 1,3 метра В секунду Атмосферное Давление 750 миллиметров Ртутного Столба Температура Воздуха Ночью Плюс 3, Плюс 5 Днем Плюс 15 Плюс 17 Градусов По данным МЧС В республике Ожидается Облачная Погода С прояснениями Небольшой Дождь Местами Доумеренных В отдельных Районах Грозы Ветер Южный Юго-Западный 7,12 метров В секунду Ночью Местами Порывы До 17 Метров В секунду Температура Воздуха Ночью Плюс 9 Плюс 14 Днем Плюс 14 Плюс 19 Градусов Магазин газового оборудования Большой выбор котлов Радиаторов Водонагревателей Бойлеров И плит Ждем вас по адресу Город Янаул Маяковского 14 Дробь 3 Территория СХТ Номер телефона 8347 65 55 50 8347 65 55 50 Мешают соседи Или крыша течет Тогда скорее приезжайте к нам В магазин Урал На Солнечной 4 Металлочерепица Пробнотил Собственного Производства Заборный Штакетник И все это Быстро Качественно И недорого По состоянию здоровья Либо по другой уважительной причине Вы не сможете прибыть в помещение Для голосования Ваше письменное заявление Или устное обращение О предоставлении вам возможности Проголосовать Вне помещения Для голосования Должно быть передано В участковую Избирательную комиссию Со 2 сентября 2020 года до 15 часов 13 сентября 2020 года Со 2 По 12 сентября 2020 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно в помещении из соответствующей избирательной комиссии. К перечню уважительных причин для досрочного голосования относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей. Время досрочного голосования в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, маску и перчатки. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71.